Поговорим немножко о философии. Даже не о философии, о некоторых идеях, на которых построена доказательство беда. Я собираюсь вам изложить те самые идеи в том самом виде, в котором они были убедены. Вот буквально. Чтобы примерно было понятно, какие трудности и в какой момент у него возникали. Мы, конечно, еще пока не сформулировали никаких аксион для доказательных чисел. Это сделали другие итоги. И он воспользовался некоторой стандартной системой, которая на тот момент была. Сейчас используют немножко другие аксиомы, которые называются арифметикой пиано. Я вам обещал аксиомы. Давайте я вам все-таки хоть некоторые из них сформулирую. Давайте. Перепишем, чтобы было видно, что пределали. Какого рода утверждения здесь считаются аксиомы? Они будут не все, в сравнении скажу. Но некоторые основные. Итак, аксиомы 1, касающиеся штриха. Надо сказать, что х равно 3. Когда это тогда, когда х штрих на многих штрих. Причем это можно сказать верно на любом х. Если х на у, то х плюс 1 на многих плюс 1 не надо. Вторая аксиома. Определение для сложения и умножения. Не только и так. Х плюс 0 равно х. Х плюс у штрих. Равно х плюс у штрих. Равно х плюс у штрих. Штрих. Аксиом для испанин. Что бы вы постулировали? Посмотрев на, скажем так. Найдите закономерность в аксиомах типа 2 и 3. И сформулируйте, что мне следует написать в качестве аксиомы для 2 в степени х. 2 в степени х умножить на 2 в степени х. 2 в степени х умножить на 2 в степени х. Ну нормально, можно так. Можно поступить и по-другому и написать вместо этого 2 в степени х плюс 2 в степени х. Вот. Аксиомы для всех наших основных операций у нас есть. Вот. Но мы, конечно, забыли главный. Главный принцип и главную аксиому арифметики, которую тоже, давайте мы что-то напишем, называется аксиомой индукции. Точнее, аксиомой индукции. Принцип математической индукции вы, конечно же, многие из вас проходили. И состоит он в чем? Если у нас есть какое-то свойство натуральных чисел, этим свойством обладает число 0. И если из того, что этим свойством обладает число n, следует, что этим свойством обладает число n плюс 1, то тогда любое натуральное вещество обладает этим свойством. Очень хорошо. Наша задача записать это опять в знакомые наши губные формулы. Ну и я не буду откладывать их в долгий ящик. Знаю, что это вот так. То есть фиатрикс, то есть фиатрикс плюс 1, то из этого всего следует, у него х фиатрикс. А вот дальше, самое главное, где фи, на х фиатрикс. Любое высказанное с параллитрами х. Когда в школе говорят про свойства натуральных чисел, объясняя принцип математической индукции х. На самом деле мы можем это уточнить так, что такое свойство мы не знаем. Но мы знаем, что в нашем языке есть какие-то выражения, означающие высказанное. Ну и вот для всякого такого выражения фи, который может пробегать туда и туда и туда, вот мы можем записать такую вещь. Это будет аксиолог. Вот. Примерно так. Но при этом, кроме х, там могут быть еще и другие параметры, в принципе. Они там в принципе могут быть. А могут на самом деле не быть. Мы получим эквивалентную систему. Если мы не накладываем никаких там других ограничений на формулу фи, индукция без параметров равносильная индукция из параметров. Но удобно, конечно, как говорится, ничего не предполагая, ну скажем так, ничего не оговаривая, допускать параметры формулы фи. Это заведомо будет тоже верный принцип, и его можно считать очков. Так обычно и делается. То, что мы сейчас написали, это и есть аксиомы арифметики ФиА. А сама эта аксиологическая теория называется УБА. Что здесь я пропустил? Я вам сказал сначала, что я пропущу кое-какие аксиомы. Я пропустил все те аксиомы и принципы, которые определяют нам неопределимые понятия логические связки и кванта. Значит, если мы хотим полный список аксиомов, нам нужно написать некоторые принципы, которым удовлетворяет наша логика. Это называется логические аксиомы. Их я пока не трогал. Нет, но они здесь выписывались. Выписывались? Их мы аккуратно выписывали. Но мы не доказывали, что... Но, как бы, список на доске был. Был. Ну, значит, тем лучше. А вот это мы тоже не будем записывать. Ну, да. Хорошо. Значит, это формальная ритмика.